Самые активные жители КСМ и не только собрались в Доме культуры микрорайона. О своем участии в «Чистых играх» заявили более ста человек. Цель проекта – повышение культуры обращения с отходами, пропаганда раздельного сбора и переработки мусора. «Чистые игры» – проект международный. В экологический квест уже играют в 12 странах и 68 регионах России. Основная задача – это не только уборка мусора, уборка территории, а это именно разделять мусор. У нас зарегистрировалось 27 команд, в команде по 4 человека. Мы очень рады такому активному подходу детей к этой социальной проблеме, как мусор вокруг нас. «Чистые игры» в Сочи организовал «Тоск СМ» при поддержке администрации, депутатов и бизнесменов, которые предоставили подарки победителям. На сегодняшний день «Чистые игры» прошли более чем в 300 городах и поселках. Принято, приняли участие больше 55 тысяч человек и также было убрано больше 1200 тонн мусора. Просто вдумайте цифры. 1200 тонн мусора. Мне кажется, это очень важное мероприятие, это прививает чистоту к городу. Перед стартом игр участникам рассказали о сборе мусора и провели мастер-класс по сортировке отходов. После, вооружившись мешками и перчатками, команды отправились на улицы собирать мусор. Каждый вид отходов отдельно. За каждый собранный мешок – заветные баллы. Вот почему нужны именно игры? Для того, чтобы детей больше привлекать, мне кажется, заинтересовать, потому что дети – это будущее. «Чистые игры» – это не субботник, а новый, более осознанный взгляд на обращение с отходами. Это не только развлекательный, но и образовательный проект. По итогам «Чистых игр» было собрано около двух тонн мусора, что важно уже отсортированного. Отходы отправились на полигон и в цеха по переработке. Это были первые в Сочи «Чистые игры». Теперь организаторы точно уверены, что проект в Сочи будет продолжен.